Ребята всем привет, ну что у нас конец октября 30 число и мы как и обещали решили снять для вас влог. Я надела свою хэллоуинскую кофту последнюю в этом месяце и сейчас мы поедем в район где раньше мы жили, сколько мы лет назад, пять лет назад по-моему мы жили там, мы снимали там, не удивляйтесь, подвальчик, да, это обычное дело в Канаде снимать подвал жилой. Так как это дешевле, у нас тогда денег было чуть меньше, поэтому как мы только приехали, мы снимали один подвал и потом еще второй подвал. Так что-таки прыгим, мы покажем вам этот дом, наши бывшие хозяева все еще там живут, вот и мы надеемся показать вам какие-то хэллоуинские декорации, но на самом деле в этом году их очень очень мало мне кажется в связи с, ну вы сами понимаете с чем, поэтому если будет мало, вы уж не обессудьте, как есть, так и есть. Вот, а сейчас мы поедем на улицу холодно, плюс два, по ощущениям как минус два. Извините, у меня мятная конфета во рту. Вот, и смотрите, я вам еще что хотела показать. Я в прошлом году, когда ездила в Россию, купила себе вот такой вот, смотрите, черный плащ, классный, с розовым подкладом, совершенно очаровательный. И посмотрите, что написано, какая фирма и что написано. Фирма свежесть и написано сделано в России. Это в магазине покупала, где всякие русские, специально я отыскала его в нашем городе, где русские вещи продают, русских производителей. Вот, очень классный плащ, но ребята мне сказали, что вот этот бренд свежесть, он, по-моему, они ушли из бизнеса, к сожалению, так что я, можно сказать, последний, наверное, один из последних айтемов у них купила на распродаже, и все как я люблю. Вот, ну что, оператор, кстати, оператор от меня не отстает, и он сегодня в курточке. Вы, друзья, знаете, что я из славного города Перм, я вам уже говорила, да, в одном из своих видео. Перм раньше назывался Молотов, если вы не в курсе. И вот классная есть фирма, российская, называется Молотов, и сейчас я вам покажу, как выглядит курточка, название, очень-очень прикольно. Сейчас, секунду. Вот, друзья, смотрите, Молотов и рядом коктейль Молотов, но это в честь города, нашего города славного Перм. Вот, такая куртка классная. Я себе такую же захотела, на самом деле, так в следующий раз, когда приеду, постараюсь купить. А еще, друзья, я вам забыла сказать, в предыдущем видео боксе попов, я вам рассказывала, что купила тенюшку, вот эту от Dose of Colors, и я сегодня первый раз нанесла. Я не знаю, видно под таким освещением или нет. Я ее тестирую и посмотрю, как она будет целый день носиться. Она такая дуохромная, с одной стороны она черная смотрится, с другой синяя, с третьей фиолетовой. Очень-очень красивая, поэтому сегодня будем ее весь день с вами носить, а в конце дня сделаем вывод. Все, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну что, мы доехали до Хай-парка, это тот район, в котором мы жили пять лет назад, и пока мы ехали, мы взяли такси. В связи с этим вопрос. Я недавно видела где-то мем, картинка, и там было написано, там было написано, такая картинка, когда таксист всю поездку не говорит ни слова, опять девяностому даю. А вы, как вот, как вам нравится, чтобы таксист был разговорчивый или был сильливый? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно. В общем, на улице холодно, я бы чуть-чуть даже как-то не прохладно, если честно, в этом пальчишке, я бы что-нибудь потеплее надела. Пока мы ехали, я заметила, что, конечно, декораций в этом году не так много, как обычно. Обычно в этом году тыковки в основном понаставлены. Но вот смотрите, например, какой крутой ход. В маске, друзья, в маске, на крыше. Это же вообще просто прелесть. Такого же примерно хода мы, как сейчас, когда в такси ехали, видели, на лужайке я видела, он тоже как бы там стоит и как бы в крыжке готовится прыгнуть черный, как наш ночка. А вот это я сейчас увидела, это, кстати, библиотеки. Можно книжечки брать и свои приносить. И это бесплатная такая библиотека, соседская такая, делятся все своими книжечками. Вот, вот там прикольное привидение, у кого-то висят. Это на самом деле очень дорогой район, здесь дорого стоит жилье. И мы сейчас пойдем по тому маршруту, по которому мы обычно ходили, когда здесь жили. Мы вас предупреждаем, оператор, к сожалению, забыл палку. Палку забыл, поэтому если будет чуть-чуть трясти телефон, то... Мы сегодня, кстати, на телефон снимаем, на обычный, не на камеру. Поэтому, это просто эксперимент, да? Поэтому, может, вы не одни сутки. Вот, мы сейчас пойдем по маршруту и будем вам прикольные всякие декорации показывать, которые будут встречаться нам на пути. Ну, в такси играла песня новая, какая-то, видимо, новый хит. I'm so pretty, I'm so styling. Мне понравилась эта песня. Это как раньше была... О, Хайк, смотри. Как раньше была, помните, песня? I'm sexy and I know... Та-да-та-та-та-да... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... очень холодно друзья не знаю сколько мы продержимся но только посмотрите на эту беби-йоду это просто вообще я никогда не смотрела этот фильм не кажется но его я знаю так что берем свои слова обратно в этом году все в порядке похоже это очень хороший район друзья здесь рядом огромный парк видите сколько белок сразу вон там одна бежит вон там сидит здесь сидит вот здесь одна сидит на другой стороне это какое-то просто толпа по белок вот это хай парк да здесь много и белок и енотов и всякой живности в принципе и котов даже так что мы уже приближаемся к нашему дому бывшему скоро мы вам его покажем стэй тюнд паутина как настоящая знаете что означает rip знаете или нет rest in peace вот кому-то елка не нужна стала прям с огоньками мы уже почти подходим к нашему дому он будет справа я вам покажу вот там классные декорации как круто смотри как круто как круто так хорошо а 50 а вот эту маленькую мы люди они каждый год ставили ее помню на светица такая хорошенькая не, это у другого дома друзья, короче, вот сейчас будет дом где паутина и паук вот там, вы смотрите, подвал вот там мы жили раньше вот внизу, где маленький самокат вот там мы раньше двери класс, они украсили, да, в этом году смотрите, написано congrats sold типа поздравляем, продали вот этот, который дом, вот этот, да, очень красивый дом да, такой дом дорого стоит, друзья, несколько миллионов я думаю кстати, друзья, я вам знаете, что хотела сказать многие удивляются, когда, я, кстати говоря, была в их числе когда видят, например, людей, которые едут в машине и одни маска, на самом деле, очень многие здесь, например, в Канаде являются водителями Uber или Lyft и они просто обязаны носить маски, сами понимаете, поэтому, как бы, это раз, а во-вторых, никто не знает, как ковид распространяется еще и, например, если они в какой-то магазин заходили и что-то там принесли из этого магазина, возможно, на нем есть вот эти частицы ковид и они по воздуху могут распространяться, поэтому люди перестраховываются и из-за этого еще носят маски, находясь одни в автомобиле вот, такая тихо снимает, а сам жалуется, что ручонки мерзли у меня, друзья, даже в перчатках руки замерзли, вообще сегодня холодильный страшный работа у меня такая работа такая у оператора слушайте, он сегодня сапожем без сапог, без палки операторской пришел на съемку некомпетентный вы знаете, что мы двигались по направлению к прачечной, куда мы ходили стираться раз, да, сколько мы раз ходили в месяц? один один раз да, у нас копилось-копилось-копилось и раз в месяц мы ходили стираться в прачечную, ну, никому диван не нужен кожаный бесплатно ну так вот, мы ходили в прачечную стираться, так как у нас не было стиральной сушильной машины в подвале своих и здесь это, на самом деле, распространенная тема в старых зданиях, например, нет в квартире сушильной стиральной машины потому что, поэтому люди выходят стираться вот в такие прачечные как в друзьях, например, помните, стирали друзья, они ходили стираться в ту самую прачечную общую, да, вот и вот мы тоже сейчас вам ее покажем и там, конечно, контингент, друзья, это пупец, но стирали, сушили машины хорошо, профессионально, быстро смотрите, Саревские ведьмы, Европа, Европа, что только нет смотрите, Саревские ведьмы, Европа, Европа, что только нет вот сюда и вот смотрите, Саревские ведьмы Ребята, откуда-то так вкусной едой запахло. Когда холодно, все запахи в 10 раз усиливаются, и слюноводеление начинается. Здесь, как видите, никого нет, все пусто, мир беспокоен. Девчонка в машине маленькая, что я просто глаз не сводила, смотрела, что я такое рассказываю. Смотрите, какое остроумное название места индийской кухни, индийский ресторан Indielicious. Индия и Delicious, они вместе соединены. Класс. Ну что, здесь, наверное, плохо слышно будет. Мы очень радимся. Мы сейчас к пратистой, да, приближаемся к нашим местам. А где она стоит? Я уже запнула, ребята. Еще квартал отсюда, по-моему. Ааааа, просто не можем мне на то, чтобы был выше, где обычно хотели. Это мы сейчас, друзья, Дом скорби проходим, Дом скорби, я имею в виду, это дом, где проходит прощание с людьми, ну, как говорится, всегда шторы зашторены, у них в Кельмур всегда зданию привыкает качекарка, где проходит кремация по желанию. Вообще они всегда, это скромно выглядит, а на самом деле они всегда очень красивые, богатые такие, потому что что? Потому что похороны, самые дешевые в Канаде стоят от 10 тысяч долларов, так что не торопитесь помирать, здесь помирать невыгодно, это, конечно, такая тема, ну, в общем, вот, Хэллоуинская тема. Хэллоуинская тема, кстати, да. Кстати, друзья, я вам еще хочу сказать по этой теме, здесь на похоронах не принято плакать, расстраиваться, здесь они празднуют жизнь человека, то есть в буквальном смысле они вспоминают всякие хорошие истории из его жизни, добрым словом вспоминают, все такое, поэтому здесь они, для нас это дико, но зачастую там шутки шутят, смеются, всякие там приколы рассказывать из жизни ушедшего человека, в общем, я знаю, что это хорошая такая традиция, и нам есть чему поучиться в этом плане, вот, так что, эээ, просто вот так вот вам рассказываю, все с любого проходит. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я уже испугалась, я думала, здесь, следующий, следующий, я думала, съехали, а вам показать, ну, теперь. Ну, вот, друзья, это наше coin laundry, куда мы ходили стираться каждый месяц, мне кажется, там нет никого сейчас, как думаешь, есть или нет? из прошлой жизни вам, зарисовка. Там порошком, там, хорошо пахнет внутри, тепло, уютно, так и хочется остаться подольше посидеть. Вот, кстати говоря, вот видите, это у каждого дома есть, ну, почти у каждого, есть входы в подвал, и вот подвалы такие, если они жилые, они зачастую сдаются, как бы там, обычно, как квартира, просто под уровнем, как бы, кафе, под землей, можно сказать, да, как раз это понимал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь наш дом, архитектурный, да? Вот эти все дома, посмотрите, насколько они разные совершенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вообще вот этот район, мы дальше туда пойдем, ну и это уже здесь тоже, это называется маленькая Мальта. И здесь очень много живет мальтийских стариков, они в каких-то там на лавочку сидят вместе, собираются там в заведениях каких-нибудь, сидят вместе в их традиционных, да, и делятся новостями, там общаются и все такое. А еще у нас здесь есть другой район, маленькая Италия, там тоже самое, только итальянские старикашки, очень-очень милые эти садовые, да. Это бойка, бойка, бойка. Субтитры сделал DimaTorzok Вы, кстати, вспомнили мои эйсосовские аглишу, те, как сегодня надела, смотрите, какие красивые. Вот написано Мальта парк, я же говорю вам, что это маленькая Мальта. Я не знаю, что это маленькая, я не знаю, что это маленькая. Ой, хит-хит. Вау, смотри, смотри быстрее снимай, какой фрит прикольный. Вау, смотри, друзья. Вот такой парень. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, кстати говоря, фитнес, который работает 24 часа. То есть у вас есть ключ, карточка, да, и вы в любое время суток можете туда пойти, позаниматься, это очень удобно, но я была записана туда, и я сходила ровно один или два раза, и потом забила на это дело. Я и фитнес не совести, пока мы еще не нашли общего языка. А сейчас мы приближаемся к продуктовому магазину нашему любимому, в который мы всегда ходили раньше, когда здесь жили. На самом деле в этой эре очень много живет украинцев, ну и русских, но украинцев больше. И вот в этом доме часто раньше продавали всякие наши товары, типа гречка, например, сардины, всякие соленья, например, те же самые, что еще там было, квас летом продавали, зефир, блинчики. Короче, всякое такое наше. Но в последнее время мы когда, да, пахнет какими-то кострами, какими-то каминами и так далее, очень приятно пахнет. Вот. Откуда это интересно? Понятно. Вот. Но в последние разы, когда мы туда заходили, что-то ничего такого не стало, к сожалению. Вот. Пельмени, кстати, там продают очень хорошие. Сейчас мы зайдем и если что-то найдем из российского разнообразия, мы вам покажем. если нет, то нет. Все. Увидимся внутри. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Друзья, всем снова привет! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дальше Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok О-о-о, так, и еще последнее с чикеном, как это называлось, опять забыла, с курицей, с курицей, с курицей, с курицей, а теперь, внимание, смотрите, что мы еще нашли, польский творог, польский творог, и это, на самом деле, огромный такой баррикет нашего, польский, какая разница, польский, русский, украинский творог, он в Африке творог, именно такой европейский, здесь у них, друзья, канадский, американский творог, это просто вообще абсолютно что-то другое, ни на что не похожее, который называется cottage cheese у них, да, поэтому польский творог мы с удовольствием увидели, когда взяли, и еще, вот, смотрите, еще такой творог прям написано, это вот уже как прям совсем наш такой отечественный, да, очень-очень классно, потому что мы нашли, потому что здесь у нас нигде такого настоящего творога, правильно, как творог или творог, мне кажется, и так, и так можно, так, и еще, друзья, конечно же, классика, рижские шпроты, рижские шпроты, мы всегда, когда видим, покупаем, вот это, единственное, сохранились из советских продуктов, это рижские шпроты, и пельмени, и творог, там еще мы видели кефир и ряженку, но кефир и ряженка тоже всегда бывают, вот, так что, друзья, это наш был такой grocery haul, больше мы ничего, к сожалению, не нашли, раньше и пряники, и гречку продавали, и квас, ой, все, что я люблю, но, тем не менее, в общем, друзья, мы будем заканчивать тогда на этом наш влог, оператор еще снял для вас, когда мы обратно ехали, немножко дороги, пишите ваши комментарии, что вам понравилось, может, у вас какие-то вопросы возникли, да, я с удовольствием всем отвечаю, и не забудьте подписаться, пожалуйста, мне бы это было очень приятно, поставить свои лайки, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки, я, знаете, сколько теперь вообще загружаю, я не только от 3 до 5, я теперь от 3 до 7 загружаю видео в неделю, вот такая я продуктивная, так что, жду ваши лайки и комментарии, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok